день икин здорово братишка отдыхаем релакс принимаем солнечные ванны хотел бы взять у вас интервью категорически не против не возражаю не возражаете ну отлично ну у меня тут для вас тут несколько вопросов будет я думаю они вас тут не расстроит особенно посмотрите вот существует вот такое мнение что все басисты они как бы одиночки и чем-то напоминает вот айти специалистов те тоже вот вечно замкнутые какие-то в компьютеры там тупятся что вот на этом можете сказать я могу сказать что наверное все очень индивидуально то есть есть какой-то определенный человек например такой как я но может быть да он чем-то похож найти специалиста то есть я люблю посидеть один повтыкать в компуктер но мне как бы так привычнее то есть работа инженером за компуктером вот но и я думаю что как бы мы можем найти огромное количество примеров людей совершенно не замкнутых которые тусуются тусят вместе с группой тусят с другими компаниями тусят с другими музыкантами то есть это такое индивидуальное короче думаю да ну понятненько вы нас насколько я понял довольно таки общительный молодой человек ну относительно да я не могу сказать что я прям тусовщик растусовщик но тем не менее общаюсь с людьми по крайней мере не совсем сижу дома в заперти ну да отлично а вот еще говорят что басисты не любят когда им задают вопросы вы любите когда вам задают вопросы очень сложный вопрос но в принципе сейчас я даже люблю когда вы задаете вопросы а может быть в какой-то момент я бы и не любил что задают вопрос мне кажется это зависит от времени суток настроения например в три часа ночи не особо по угару отвечать на вопрос а например в полдень в общем-то и нормально или может быть это все зависит от вопросов в том числе от вопросов тоже зависит вот скажи единикин а правда ли что вот настоящему басисту достаточно одной струны для игры на бас-гитаре как в принципе чтобы сделать какой-то круг и раскачать принципе да вы можете играть какие-то очень слитные легатные партии для этого использовать одну струну принципе вы можете раскачать но как бы для большей технического оснащения и прочего я считаю что все-таки лучше иметь хотя бы четыре струны но то есть это вполне реально на одной вот струне там дать такой приличный групп если там конечно это то есть это вполне возможно вполне реально чтобы дать грув на одной струне но в принципе да он погони не на скрипке на одной струне играл там виртуозно и все рты открывали в принципе да послушай денис говорят что басисту легче спрятать лажу на концерте чем гитаристу ну здесь бы я поспорил скажем так принято считать что в метал группах басиста не слышно да басиста зачастую действительно не слышно но его не слышно до тех пор пока он играет в сетку и то что нужно как только он перестает играть так его сразу становится слышно то есть когда начинается применяться игра на одной струне начинается его слышно очень нет когда играется на одной струне то что нужно его не слышно скажем так но условно как бы это слышат музыканты которые люди интересующиеся музыкой но как бы для совсем совсем убывателя может быть он и не слышит а у тебя не было такого желания вот на концерте чтобы вот услышали тебя погромче но иногда бывает особенно когда некая сольная партия например в революции всегда она хорошо пробивается в миксе но тем не менее хочется чтобы она прозвучала на переднем плане потому что это сольная партия а вот если сильнее по струнам бить она будет выделяться а это может привести к клиппингу на оборудование то есть вот те басисты которые вылупив шары лупят по струнам они делают не совсем правильно мне кажется тут нужно усилительную аппаратуру потише и лупить тогда уже наверное да как то так ну на самом деле инструмент сделан не для того чтобы лупить и для того чтобы играть извлекая звук ну может быть вы там сделайте потише и будет там интенсивнее извлекать звук я считаю так ну грубо говоря все настраивайте под то как вы играете какое у вас звукоизвлечение и под то как это звучит то есть самое главное то что вы слышите в миксе что звучит а не то как настроить просто по книжке а вот каким должен быть басист в группе адовый мужик ну во первых он должен наверное обладать всеми навыками басиста то есть ровно точно с акцентами играть на инструменте ну и конечно же басист должен быть веселым задорным чтобы он наводил суету на сцене и в зале я считаю так в общем то что и пытаюсь делать отлично отлично короче должен быть угарным и драйвовым да первую очередь ну и конечно же не без того что должен качественно и точно играть а вот тебе не обидно за джессона ньюссада ну ты в курсе да как задвинули его звук там на альбоме 88 года да ну вообще да есть некоторые обиды я считаю что ну блин во первых люди сами себе просто испортили альбом он не звучит так как он мог бы звучать ну и да наверное обидно потому что человек не звучит на этом альбоме хотя партии там партии там довольно таки интересные я вот тоже как басист тоже могу сказать да очень кстати зря не задвинули его звук там очень интересно было ну ладно день и спасибо за интервью чтобы ты хотел пожелать российской молодежи российской молодежи ну что я могу пожелать российской молодежи ну конечно же чтобы российская молодежь росла молодой здоровый крепкой слушала хорошую музыку особенно группу адовый мужик ходила на концерты не слушала всякую ерунду не слушала максима галкина и алла пугачева потому что слушать там нечего особенно когда человек вещает из израиля ну и не потеряйте свою молодость напрасно жалко и Cicmo 4 5 5 6 6 9 10 9 11 11 11 11 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok